Все эти моменты, единое экономическое пространство, таможенный союз, они все подвержены как раз этим вопросам интеграции. А наш президент, конечно, он как бы идейный организатор и продолжатель всех этих интеграционных процессов. И то, что мы стремимся в единое экономическое пространство, мы хотим сказать, что это все должно быть на улучшение положения населения. То есть, это что означает? Наше социально-экономическое положение. Свобода, во-первых, таможенный союз, он образовался именно в направлении торговли. Это периоды, этапы интеграции. А единое экономическое пространство, оно уже подразумевает более расширенное вот это вот взаимодействие в рамках национальных экономик. Ну, у каждого своего процесса есть свои плюсы и минусы. Где-то хорошо, где-то плохо. Но, в конце концов, чтобы не быть там где-то на периферии мировой экономики, во-первых, что мы должны делать? Развивать, конечно, свою торговую политику в рамках ТС. Развить свою экспортную стратегию по-новому, да? Пересмотреть наши все эти программы промышленной политики. А то у нас создаются такие программы, допустим, вот, начиная там с какого года? С 1999, да, допустим, по 2003, 2015. Надо как бы разумно подходить ко всем этих продажам со стороны вот именно государственных учреждений. Со стороны государства, чтобы оно как бы адекватно подходило к этим всем вопросам. Думаю, не будет столь отрицательно, если мы будем сидеть в едином экономическом пространстве. Вместе называется лучше.